Швейцария безопасная страна. Здесь высокое качество жизни, благоприятная экологическая обстановка, низкий уровень преступности. Страна не раз занимала первое место в рейтинге лучших стран по версии US News. Для любого родителя важна безопасность ребенка, и это одна из причин, по которой Швейцария выигрывает. В стране официальными являются 4 языка. Немецкий, итальянский, французский и, внимание, романский, что позволяет студентам иметь возможность изучения нескольких языков. Образование получено в Швейцарии признается практически во всем мире, а самих учебных заведений здесь великое множество, и каждая из них имеет свои положительные стороны. Здесь возникает уже другой вопрос. Какое учебное заведение выбрать для своего ребенка? В этом видео мы рассмотрим 5 школ, предлагающих образование высокого уровня, чтобы родителям было легче сделать выбор. Институт Монтана Цуккенберг, школа, расположенная в окрестностях города Цук, начала свою историю в далеком 1926 году. На ее философию и атмосферу повлиял ее создатель Макс Хусман. В его цели входило воспитание в детях, толерантности, сопереживание, уважение друг к другу, а также к чужим культурам и ценностям. Он также настаивал на том, что школа должна находиться негде иначе, как на природе, чтобы воспитанники могли наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами. Это не случайно. Когда студент имеет возможность общения с природой, дышит свежим воздухом и гуляет, любуясь местной окружающей средой, он чувствует себя более расслабленно, что позволяет ему освежить голову и быть более сконцентрированным и внимательным на учебе, а также мотивированным. Макс Хусман был последователем идей Иоганна Пестолоци, швейцарского педагога, который в деталях видел индивидуальность и цельную личность. Хусман настаивал на индивидуальном подходе в школе, а сама школа держится на трех основных китах интернационализм, индивидуализм и интеграция. Прошла почти сотня лет с момента создания пансионата, а его философия и подход не поменялись. Современные преподаватели, работающие в школе, внимательно относятся к каждому из учеников, поощряя их отличия во мнениях, а не ругая за них. В классе не более 10-15 учеников, благодаря чему внимание уделяется практически каждому. И, конечно, школа международная, и в ней учатся ребята из разных стран, примерно из 55 различных государств, а преподавательский состав включает в себя около 45 человек, представляющие собой 15 государств. Учебное заведение расположилось между такими крупными городами, как Цюрих и Люцер, а до международного аэропорта от школы можно добраться всего за час. Под номером 2 в нашем сегодняшнем выпуске Серваль Монтрер. Это единственная в Швейцарии школа для девочек, где ее студентки могут получить образование по самым востребованным программам международного уровня для высокомотивированных учениц, планирующих продолжать обучение в университетах США, Великобритании и других учебных заведениях Европы и всего мира. Школа находится на берегу Женевского озера, что позволяет студенткам каждый день любоваться прекрасным видом и дышать свежим горным воздухом. Семьи, которые выбирают Серваль для своих дочерей, ищут что-то особенное, не похожее на другие школы. Всем родителям важно быть уверенными в том, что их дети в надежных руках. Монтрер – безопасный и при этом оживленный культурный город с кафе, ресторанами и достопримечательностями в центре. Он также может похвастаться отличным железнодорожным сообщением. Три часа занимают поездки до Милана, Парижа и Мадрида. Школа была основана в 1961 году, и с тех пор она остается верна своим корням и предлагаемым стиле образования. Здесь предлагается персонализированная, адаптированная учебная программа. С международной, признанной программой Американской средней школы, углубленным изучением предметов или GCC и A-Level. Это британская система. Акцент делается на языках, бизнес-предметах и подготовке девочек к жизни за пределами школы. Серваль Монтрё – это сообщество из 60 девочек-учениц в возрасте от 12 до 19 лет со всего мира. В школе особое внимание уделяется лидерским качествам воспитанниц. Здесь есть различные группы, которые позволяют студентам оттачивать свои лидерские навыки. Комитет по голосованию учащихся был создан для того, чтобы дать девочкам право голоса в школе. Различные ценности, мнения и точки зрения объединяются в демократической системе, в которой каждая девушка должна быть услышана. Участие в такой группе позволяет студенткам конструктивно выражать свое мнение и в перспективе достигать амбиции. А также побуждает их создавать новые инициативы, вдохновлять других своими действиями и становиться великими лидерами. Колледж Шампите. Швейцарский городок Лозанна входит в список охраняемых объектов ЮНЕСКО и представляет собой живописный, спокойный район с чистым горным воздухом и потрясающими панорамными видами. В пригороде Лозанны в Пули и Неон расположены кампусы частной школы Шампите. Территория школы составляет около 40 тысяч квадратных метров зеленой лесной местности, что дает возможность ее ученикам всегда быть на свежем воздухе и рядом с природой. Это хорошо сказывается не только на концентрации внимания и памяти, но и на здоровье в целом. Школа берет свое начало в 1903 году. Тогда она была открыта монахами-доминиканцами. Сперва это была католическая школа для мальчиков. И в 1904 году обучение стало смешанным. На сегодняшний день в школе обучается около 800 учеников из разных стран. Из-за того, что обучение здесь так популярно среди иностранных студентов, заявку необходимо подавать за год. Здешние воспитанники проживают не просто в резиденции, а в красивом особняке с исторически ценной архитектурной композицией. На каждом этаже, помимо спальных номеров, есть также гостиные, где студенты собираются компаниями, общаются, смотрят фильмы, играют в игры. Родители нередко беспокоятся о том, чем их ребенок будет питаться, когда будет жить отдельно от них. Сорудники школы тщательно об этом позаботились. Здесь не просто разнообразное здоровое и вкусное питание. Повара школы даже получили приз зеленого ярлыка, доказывающий качество, полезность и высокие стандарты приготовления блюд. В школе учились такие известные люди, как Мерлин Андерсон, это декан политехнического университета в Лазангии, и Бартран Пиккар, швейцарский воздухоплаватель и создатель самолета на солнечных батареях. Следующий в нашем списке Брилан Монт. Единственная школа в стране, которая находится под руководством одной семьи на протяжении уже пяти поколений. Основана она была в 1882 году. Брилан Монт любят за то, что школа небольшая, и это способствует более теплому общению между учениками и персоналом. Здесь все друг друга знают и друзей находят очень быстро. Более того, выпускники школы с удовольствием посещают встречи, устраиваемые школой, где встречаются выпускники разных лет. Школа настроена на то, чтобы студенты развивались всесторонне, а также узнавали что-то новое о других странах, культурах и традициях. Поэтому ежегодно в школе обучаются студенты примерно 30 разных национальностей. Особое внимание также уделяется лидерству и навыкам сотрудничества. Для их развития студентам дают сложные задачи, таким образом учащиеся воспитывают в себе критическое мышление. А также они становятся смелыми и уверенными в себе людьми. Преподавание в школе ведется на английском языке, но школа стремится по максимуму использовать свое географическое положение и дает возможность своим студентам изучать также французский язык. По запросу можно изучать и другие языки. В них входят итальянский, испанский и даже китайский с японским. И, наконец, Лайзен Американ Скулл, городок Лайзен, курорт, который находится недалеко от Женевы. Здесь находится Лайзен Американ Скулл, открывшая свои двери для студентов в 1987 году и ставшая первой швейцарской школой интернатом, которая получила аккредитацию в Европейском совете международных школ и ассоциаций колледжей и школ Соединенных Штатов. Ежегодно на стенах учебного заведения обучается около 300 студентов, прибывших из более чем 60 стран мира. Студентам достаточно просто адаптироваться на новом месте, так как здесь есть такое понятие как faculty families. Это так называемые факультативные семьи. Представляют собой они социальные группы, которые помогают студентам ориентироваться в школе, а также заводить новых друзей. Каждую среду семьи встречаются за ужином, катаются на санях в зимнее время, конечно, или смотрят фильмы. При школе имеется 6 общежитий, в каждом из которых живут ребята определенного возраста. Одна из целей школы – научить жить детей и за пределами учебного заведения. Их учат коммуникации, лидерству, высказывать свою точку зрения. Для решения этой задачи студенты должны овладеть навыками, которые необходимы для того, чтобы учиться всю жизнь. Преподаватели школы способствуют созданию условий для жизни и обучения, где учащиеся могут стать образцовыми гражданинами мира, активно участвующими в продвижении принципов, определенных деклараций прав человека Организации Объединенных Наций. Не забывайте поставить лайк этому видео и напишите в комментариях, какая школа вам понравилась больше. Если у вас остались вопросы, то переходите к нам на сайт www.3wsmaps.ru и задавайте их в онлайн-чате. А также в описании к данному ролику я прикрепляю ссылочки на отдельные видео по каждой из этих школ. Субтитры создавал DimaTorzok